На дальности применения оружия. На дальности применения оружия к внезапным задачам, связанным с сопровождением и боевым патрулированием иностранных кораблей, морякам-балтийцам не привыкать. 18 мая день Балтийского флота. Точка первая постоянная военно-морская группа НАТО держит курс в Балтийское море. Из состава ВМС стран, имеющих собственное побережье на Балтике, здесь лишь польский фрегат и немецкий танкер. Все остальные гости не местные, Испания, Турция, Великобритания. Ну и само собой американский эсминец Гривейли, самый мощный и самый новый из присутствующих. Но уже в проливе Каттигат, расположенном примерно посередине единственного естественного водного пути, соединяющего Балтийское море с Северным, а также с Атлантическим океаном, гостей встречают российские моряки. Отряд в составе Корвета Бойки и БДК Минск приступает к выполнению задачи по сопровождению и боевому патрулированию. В составе первой постоянной группы НАТО в Балтику вошли американский эсминец Гривейли, фрегат ВМС Великобритании Вестминстер, испанский фрегат Альмиран Тихуан Ди Барбон, турецкий фрегат Геокова, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский и немецкий танкер Юн, рассказывает командир Корвета Бойки капитан 2 ранга Роман Довгайлов. Корабли в центральной части Балтийского моря отрабатывали взаимодействие тактической группы в рамках подготовки к учению Балтопс и взаимодействия с отрядом боевых кораблей ВМС Польши. Наши корабли проводили сопровождение и боевое патрулирование, двигаясь в позиции, позволяющие применить оружие с наиболее выгодной дистанции. К работе в составе тактической группы кораблям НАТО не привыкать, польские и турецкие фрегаты немало времени провели под звездно-полосатыми флагами это старые американские фрегаты типа Оливер Х. Пере, снятые с вооружения ВМС США. Корвет Бойки новее даже самого молодого из натовских кораблей, Балтфлот России на сегодняшний день можно смело назвать самым современным по составу среди военно-морских сил всех стран Балтики. В севернее мыс Розеве, в районе боевой подготовки польских ВМС, корабли из состава первой постоянной группы НАТО встретились с отрядом боевых кораблей Польши, фрегатом Ура Тадеуш Костюшко, танкодесантным кораблем Гнежно, тральщиками Горневицка, спасательным судном Лех, поясняет капитан 2 ранга Роман Довгайлов. Мы продолжили слежение и одновременно отработали другие задачи, различные варианты охраны десантного отряда. Задачи противокорабельной, противолодочной и противовоздушной обороны. Задачи ПВО экипаж Бойкова отрабатывал на реальных самолетах блока НАТО, польских Су-22М4, выпускавшихся с 1983 по 1990 год. Самолеты не новые, но проверенные и надежные, до сих пор стоящие на вооружении наших западных соседей, а также Анголы, Ливия, Емена, КНДР, Вьетнама, Сирии и Узбекистана. Действиями отряда боевых кораблей Балтийского флота управлял походный штаб, находившийся на борту БДК Минск. Перед выходом в море экипаж корабля отработал погрузку-выгрузку десанта, принял на борт группу усиления из числа морских пехотинцев, рассказывает старший помощник командира БДК капитан 3 ранга Сергей Борсе. В походе кроме совместного с корветом бойки ведения разведки БДК Минск решал и задачи по выполнению условной минной постановки, на якоре отрабатывал оборону корабля от подводных диверсантов. И все же основная работа экипажа БДК состояла в слежении за кораблями блока НАТО. Балтийцы сближались на безопасную дистанцию, около 20 кабельтовых, проводили визуальное опознавание иностранных кораблей, наблюдали за маневрированием тактической группы. В том числе и затем, как танкер и он проводил заправку фрегата Вестминстер траверзным способом. Корабли отряда провели в море 20 суток. За это время корвет бойки и БДК Минск прошли более 2000 морских миль. Моряки и балтийцы несли службу в северной, центральной и южной частях Балтийского моря, прошли проливы Каттигат и Скагирак, дойдя до выхода в Северное море. Но возвращение в базу для моряков лишь отдых между походами. Вскоре участникам похода, о котором речь, вновь предстоит покинуть гавань Балтийска. Весенний-летний период обучения напряженная пора. Тимур Гануддинов, Красная звезда. Фото из архива пресс-службы БФ. Калининград, Балтийск. Фото из архива. Калининград. Продолжение следует...